Список стран, которые отозвали своих послов из Турции за сутки до начала землетрясения. За сутки. Зачитываю США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Италия, Голландия, Франция, Дания, Австралия. За сутки эти страны, 10 стран, отзывал от своих послов. Второе совпадение. По времени. В прошлый раз, когда было большое землетрясение города Стамбула, когда тоже было огромное количество жертв, там, в районе, вплотную в Мраморном море, недалеко от берегов Турции, но не заходя в Черном море, появился американский авианосец класса «Нимец», тот, который отвечает за 6-й американский флот в Средиземном море, ну, класс «Нимец». Это невероятно технически оборудованные корабли, у которых, помимо, естественно, авиационной и военной составляющей, наверное, есть и другая. Это уже чистое предположение. Сейчас, опять же, за сутки до того же действия, опять такого же класса корабль приблизился к берегам Турции. Предположительно, естественно, это чистая гипотеза, могу, конечно, сильно ошибаться, вернее, не то, что ошибаться, это может быть просто совершенно непроверенной информацией, никак не могу это перепроверить. С такого корабля, наверное, могут управляться какие-то сигналы и процессы, которые запускаются совершенно другим образом. Потому что выбор, где, как, что должно жахнуть, бабахнуть, либо там смещаться, какие-то энергетические пласты, наверное, имеют радиоуправляемый, очень грубо выражаясь, характер. Что, на самом деле, чисто по времени тоже, естественно, совпадение. Совпадений здесь полно. И некоторых из них я точно забуду. Просто у меня список не перед собой, к сожалению. Но турецкий министр внутренних дел грозящимся пальчиком извергал достаточно такие острые, прямо, скажем, оскорбительные слова прямиком в лицо Америки, еще раз, за сутки или за две до того, как это совершилось. «Мы знаем, что вы готовите», — говорил он в сторону Америки. «Уберите свои грязные лапы из Турции». Это министр внутренних дел или министр иностранных... Ну, один из этих достаточно весомых должностных офицеров в Турции. Он публично это сказал. И это висит в интернете, это можно посмотреть. Значит, они об этом знали. Это тоже в списке совпадений можно добавить. Из Турции поделились люди относительно недалеко, наверное, километров 200, меньше даже, от эпицентра, где это произошло. Что удивительно, впервые армия в Турции не задействована в помощь населению, которое сильно пострадало. Армия, чтобы не была подключена к этому процессу, если это правда, то есть армия, она закрыта в казармах. Это крайне не характерно. Некоторые из Турции мне говорят, что Эрдоган боится военным переворотом. То есть есть какое-то то ли брожение, то ли подготовка армии, чтобы она его свергла. То ли люди так думают. Я просто делюсь, за что купил, за то и продаю. Не знаю, насколько это правда. Не уверен, что в этом есть какая-то твёрдая привязка. Чтобы армию, если ей прикажут, иди, помоги там расчищать завалы и спасать людей, она вместо этого возьмётся, досвернёт Эрдогана. Всякое может быть, но мне это не кажется слишком сильно вариант. Однако удивительно, что если действительно армия не задействована, а у Турции большая армия, и сейчас имеют место быть самое большое и самое тяжёлое землетрясение, у которого тоже были, напоминаю для тех, которые, наверное, не смотрели прошлый ролик. Обычно вот эта плита Аравийского полуострова, большая плита, которая примерно там заканчивается, эти горы, это и есть шов, куда упирается вот эта плита Аравийского полуострова. Она двигается от 2 до 4 сантиметров в год. Она действительно двигается, причём быстро, но это от 2 до 4 сантиметров в год. В конкретном случае определили, что она сдвинулась за несколько часов на 3 метра. А судя по тем разломам, которые показывали в провинции Хатай, она практически та, как клювик, который спускается из Турции, бывшая сирийская провинция Александрия, где есть, которые контактные с районом Идлиба, там разломы бывших оливковых этих самых плантаций, и там разломы и глубокие, и широкие, ну, мне кажется, сильно больше, чем 3 метра. Что-то сильно не так. Впервые в истории Турции Эрдоган не задействовал армии, народ жутко недоволен тем, что армия сейчас стоит в казармах и не поучаствовал. Если это правда, то здесь нужно составлять список гипотетических объяснений, почему это так, ещё раз, с условием, если это правда. Потому что если он не доверяет именно армии, либо у него есть другие основания армию держать в запасе, в условиях, которые сейчас обычно должны требовать эту армию, ну, значит, Султан Эрдоган информированный человек, и какие-то громкие, яркие и, скорее всего, неприятные события следует ожидать буквально в следующие пару-тройку недель.